Посмотреть на свет под лупой, под углом, пощупать, а еще посветить инфракрасным светом или ультрафиолетом. По каждому из этих пунктов, кроме двух последних, обычный человек может проверить настоящие у него в кошельке деньги или нет. Самое простое – внимательно рассмотреть купюру и провести по ней пальцами. Бумага даже, фальшивая купюра, она более гладкая. Настоящие деньги более плотные, хрустящие, несколько шероховатые. Защитная нить, она имеет проливающееся свойство, ни в коем случае не отделяется от бумаги. В поддельных купюрах, она очень часто, ее прям даже можно без специальных средств или иголочкой, или даже иногда пальцем, она отделяется прекрасно, как будто прошита, как будто насквозь. Ее прям очень хорошо даже видно невыруженным глазом. Запомнить все степени защиты купюр сложно. Проверить подлинность своих денег самостоятельно можно с помощью информации, размещенной на сайте Центробанка. В разделе «Наличное и денежное обращение» подробно описаны все степени защиты. Например, у 2000-й купюры 12 защитных признаков, которые можно рассмотреть с лупой, и 5 на ощупь. Также у банкнот разного достоинства отличаются изображения в инфракрасном и ультрафиолетом свете. Но бывают случаи, когда вид легальной купюры в этих диапазонах искажается. Я сталкивалась в практике, что когда нормальная неподдельная купюра не имеет ЭК-образа. Это происходит искажение. Например, постирали в машинке с бельем. Купюра осталась вроде бы целой, ничего с ней не случилось, а ЭК-образ, он утрачен. И мы проверяли их уже как бракованные, просто списывали. Проверить купюры можно и с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России». В программе есть информация обо всех рублевых купюрах и об их защитных признаках. Она поможет разобраться, где именно находятся водяные знаки, увеличенный рельеф, кип-эффекты и как они выглядят. В прошлом году в Сарове обнаружили 19 фальшивых купюр разного достоинства. В России только за 9 месяцев 2020 года полицейские изъяли 33 784 поддельные банкноты. Чаще всего подделывают деньги номиналом в 1000 и 5000 рублей. Очень внимательно надо быть просто, элементарно к записям. Потому что существуют не только подделки как таковые, но и мошеннический способ расклада деньгами, на которых просто может быть запись сувенир или не является платежным денежным средством. Если эти записи есть, это уже не фальшивое маничество, но тоже можно этому попасть. Согласно статье 186 Уголовного кодекса за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег нарушителей ждет наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 8 лет. За преступления, совершенные в крупном размере, тюремный срок увеличится до 12 лет. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.